И проникаемся. Новый день фестиваля, новые мероприятия и новые впечатления, решил я. Но сначала надо закрыть гештальт и посмотреть, наконец, перформанс. Я рассказывал, что меня выгнали с представления за то, что я пытался его снимать на камеру. Можно было бы махнуть рукой на эту затею, но любопытство сыграло свою роль. Во-первых, перформанс удается увидеть редко. Во-вторых, о нем отзывались с восторгом. А в-третьих, на заключительном показе мэр Киркенеса обещал сюрприз. Мне предстоит поженить молодые. И свадьба будет у Любы Кузовниковой и Мариуса. Но это секрет. Как мне рассказали создатели перформанса, строго-настрого запретили снимать зрителям видео во время представления. За установленное нарушение меня и изгнали. Показ проходил каждый день, и каждый день действовало правило о запрете видеосъемки. Но почему-то в заключительный день оно изменилось. А я, чтобы не повторять прежних ошибок, камеру с собой не взял. Вот он, закон подлости во всей красе. Хорошо, что GoPro не выложил. Чтобы зарегистрировать союз молодых, Руне Рафаэльсену пришлось сыграть одного из персонажей представления. А именно министра культуры и традиций. Я даже представить не могу, чтобы мэр какого-нибудь российского города согласился на подобное. Но это Европа, это Норвегия и это фестиваль. Раньше в Киркенесе людей женил начальник полиции. Но несколько лет назад потерял это право. Теперь этим я занимаюсь. И порой мне приходится это делать в довольно-таки странных местах. Больше всего меня удивило, когда после подписания документов у молодых стали брать кровь. Потом кровь смешали и вылили в кушин, из которого пошла пена. Было не очень понятно, что это элемент перформанса или норвежская традиция. Затем началось основное представление. Богиня-косатка, демократия. По задумке автора, действие разворачивается в будущем, которое представлено в неком постапокалиптическом состоянии. Перформанс под названием «Трудный поход» состоял из двух частей. Первая часть, длившаяся почти два часа, в жанре теневого театра. В форме библейского эпоса нам рассказывали о далеком северном княжестве, которому пришлось пройти сложный период формирования и возрождения человечества. Вторая 20-минутная часть была в интерактивной форме. Зритель становился участником представления. Каждому предоставлялась возможность пройти путь переображения, чтобы обрести спасение. Сложно описать это все словами, так как перформансы для того и существуют, чтобы зритель погрузился в этот необыкновенный процесс. Вообще, перформанс — это относительно молодой жанр искусства. Считается, что в нем автор может выразить себя в любой форме, которая порой шокирует людей. В нашей стране перформансы не так развиты, потому что русский человек не готов видеть искусство в безумии. А вот в Европе этот жанр пользуется большой популярностью и приобретает новые формы. Коли в этом выпуске я затронул тему безумства, то надо рассказать еще об одном коллективе. Это музыкальная группа «Поехали» из Москвы. «Поехали» называют себя артистами из республики Даркменистан, музыкальным коллективом из Мракограда. Стиль их музыки описать очень сложно. Это гремучая смесь из нью-вейва, хип-хопа, синти-попа, электро и других жанров. Сами артисты описывают свое творчество цитатой Дэвида Фишера. Звучат они, как будто пьешь водку из горла, чтобы согреться ночью в рэйве, населенном дружелюбными, но жидковатыми советскими привидениями. А в роли этих советских привидений для пущего сумобродства были актеры артистского театра. Каждый вечер ребята перевоплощались в тайных шпионов. И каждый раз это был новый образ. По заданию им надо было выведать тайную информацию посетителей. В следующем заключительном сюжете мы вспомним самые яркие моменты Баренц-фестиваля. Узнаем, какие эмоции остались у гостей. Что больше всего запомнилось журналистам из соседних регионов. А также полюбуемся водным шоу с участием актеров из артистского театра, в котором нашлась роль и для меня. Не пропустите. Иван Герасимов, ТВ-21, Киркенес, Норвегия.